Сегодня мы записываем интервью с Виталием Буркиным, уфимским юристом, на сегодня уже очень известным юристом, и как меня порадовало то, что наши зрители, наши подписчики, оказывается, ждут этого интервью. Мы немножко припозднились на несколько дней в связи с отъездом Виталия, и вот сегодня записываем это интервью. И посвящено оно будет в первую очередь тем странностям, которые присутствуют в судебной системе Российской Федерации, и вот в частности той уже сложившейся, пожалуй, системе и представлении о том, что в российских судах все решается исключительно по заказу. Вот так ли это или не так, мы сегодня и будем обсуждать с Виталием Буркиным. В судебной практике есть категория дел, это дела в экономической сфере, и чаще всего в этих делах в качестве обвиняемых фигурируют чиновники или бизнесмены. Виталий, какова особенность этих дел, и почему именно вокруг этих дел чаще всего группируются так называемые судебные решалы? Почему их привлекают именно эти дела? Ну, потому что там деньги все крутятся в этих делах, либо эквивалент этих денег, активы. Как правило, серьезные уголовные дела в России сейчас связаны с определенным заказом. Редко, когда у нас оперуполномоченный действительно выявил настоящее преступление, все дошло до возбуждения уголовного дела, все происходит по какой-то целесообразности. И сейчас, знаете, поумнели достаточно следственные органы, они вот так не возбуждают уголовный за один день, как раньше, они готовят почву, сначала через налоговую инспекцию действуют, через прокуратуру, через разные органы надзора, через контрагентов доводят действительно ситуацию бизнесмена до банкротства, дабы создать действительно признаки того, что есть определенные элементы преступления в деятельности. И только потом все это начинают реализовывать, и только где-то там на четвертое, на пятое, иногда там на восьмой месяц все выливается в уголовное дело с арестами активов, ну и самих фигурантов. И в этот момент, как говорится, появляются те самые решалы. Которые, собственно, вступают в дело, видимо, на финальном этапе следствия, либо уже на этапе судебного разбирательства. То есть у них такая функция, я так понимаю, падальщиков. То есть они должны окончательно разделить уже шкуру этого убитого медведя. Либо в чем здесь дело? Почему именно их привлекают эти экономические дела? То есть помимо мотивировки финансовой, понятно, что на этих делах можно крупно поживиться. Но, видимо, тут еще есть и какие-то особенности ведения вот этих дел, и следствия в том числе. К решалам, как правило, обращаются и сами фигуранты, либо решалы выходят на фигурантов. То есть ситуация разная, но везде, в общем-то, подоплека одна. Обращаются к решалам, то есть коррупционерам, посредникам, да, те, которые не искушены в защите от таких обвинений, не представляют, как действовать, либо боятся, и обращаются в надежде на то, что хотя бы каким-то образом будет минимизирована ответственность и вообще вот эта вся ситуация. Что является роковой ошибкой, так как в большинстве случаев бизнесмен в России несет наказание не после приговора суда, а в ходе следствия, когда он разоряется. А решало, он действует всегда в конфликте интересов, он никогда не сможет обеспечить своему клиенту максимальный результат. То есть он никогда не скажет, слушай, я знаю заказчика, мы сейчас заказчика через пиар, через политтехнологии раздолбаем, тебя оправдаем, еще и взыщем убытки, которые тебе причинены, да. Нет, там все идет по заранее отработанной схеме, в общем-то вытягиваются все активы, всем хорошо, кроме самого фигуранта, то есть жертвы вот этой ситуации. Ну и вот такой любопытный вопрос, кто такие на самом деле вот эти судебные и следственные решалы, то есть откуда берутся вот эти люди, это же не просто люди с улицы, которые пожелали заниматься какими-то такими противоправными действиями, это не обычные преступники, это не обычный какой-то криминалитет, это люди, которые так или иначе вхожи в какие-то круги, так или иначе в курсе определенных процессов и даже имеющие зачастую профильное образование. То есть вот откуда взялись и кто в основном, как правило, эти решалы? В основном это выходцы из органов, из органов власти, адвокаты, либо просто приближенные к определенным ВИП-персонам. Ну им же нужно было все-таки заручиться доверием, то есть просто так войти в суд, подойти к судье и договориться о чем-либо, ну наверное не получится, да, то есть любой нормальный и даже ненормальный судья из соображений безопасности не будет разговаривать с посторонними людьми, то есть нужно определенный уровень доверия. Каким образом они достигают этого уровня доверия? Ну это годами нарабатывается, Андрей. Ну то есть это изначальные и, я так полагаю, какие-то профессиональные связи в прошлом. Профессиональные связи в прошлом. То есть это или выходцы из МВД, или выходцы из той же самой системы судебной, да, то есть которые имеют уже какие-то контакты и связи, потому что просто так с улицы, повторюсь, попасть в это нельзя. Ну и в связи с этим тогда такой вопрос. Действительно в обществе бытует мнение о том, что российская эфемида, российское правосудие насквозь прогнило, и там все решается исключительно через связи и договоренности, но, во-первых, у нас есть примеры того, что это не всегда так, и во-вторых, вопрос уже к тебе, то есть всегда ли вот эти услуги тех решал и посредников, они действительно настолько эффективны, то есть существуют ли какие-то гарантии в этой сфере, и есть ли случаи, когда эти посредники, ну, так скажем, понятным языком, кидают своих клиентов, нарушают свои договоренности? Ну, я уверен, что, конечно, такие случаи есть, потому что никто гарантийных писем не дает, да, там расписок. Сейчас мы же в разрезе серьезных уголовных дел, экономических, должностных это обсуждаем. Как правило, сейчас результата нет, потому как уголовное дело заказное, а если уголовное дело заказное, стало быть, оно предрешенное, в голове вот этого решала, он понимает, что есть определенные всесильные люди, которые стали, есть заказчики этого уголовного дела, а денег вроде и срубить хочется, да, с доверителя. Поэтому здесь, как правило, с клиента идет имитация работы, договариваются, и клиенту объясняется, что вот есть такой минимальный результат, на самом деле это поражение, да, то есть бизнесмен лишается всего, всех активов, да, ему это преподносится как за победу. То есть тут напрашивается такое предположение, что эти решалы, вот эти посредники, это люди, изначально находящиеся в конфликте со всеми сторонами процесса. Получается, что, по сути-то, они не находятся на стороне своих, как ты говоришь, доверителей или клиентов, потому что они в конфликте и с ним, но, как говорится, подсознательно, и с противоположной стороной. То есть изначально они обречены на некий неуспех, но который им пытается, или там, удается преподнести как некий результат. То есть если ты там не сел на 15 лет, а сел на 4, это преподносится как, смотри, видишь, не 15 же, да, вроде того, а по сути, возможно, ситуация, что человек, в общем-то, не должен был получить никакого уголовного наказания. То есть я правильно понимаю, что это имитация деятельности и лавирование между этими интересами? Дело в том, что я вот всегда пишу у себя в канале, если есть заказное уголовное дело, бессмысленно перекупать генералов. Ну это бессмысленно дело. Очень ценный совет. Да, то есть это очень дорого, это очень опасно и может быть бесполезно. И поэтому те мои крупные дела, которые я вел, мои доверители в тех делах сами к этому приходили и говорили, давай найдем противодействие этому. Вот у нас есть заказчик, у нас есть исполнитель такой-то, полковник, например, что мы можем с ним сделать? Мы садились, делали план и в конце концов мы делали так, чтобы больше этому полковнику было не до этого уголовного дела. А Решала никогда так делать не будет, потому как ему дорогие отношения с этой всей братьей. И он понимает, что он может действовать в строго отведенных рамках. Понятно. Но, кроме всего прочего, существует еще и такая достаточно простая, понятная формальная сторона вопроса. Вообще-то, взятки, будь то взятки в суде, будь то взятки в процессе следствия и прочих вещей, взятки вообще-то это преступление. То есть, причем преступление как для того, кто получает взятку, так и для того, кто ее дает. И, соответственно, человек, который начинает попадать в эту систему, либо сам инициирует эту систему решал и посредников, то есть, он, по сути говоря, преступник. Как ты сам представляешь себе, насколько легко или нелегко люди идут на такое решение, потому что, в общем-то, все мы люди взрослые, и, как ты говоришь, речь идет о серьезных экономических делах. В них, как правило, принимают участие люди, не глупые. То есть, они прекрасно понимают, что они идут на преступление. То есть, насколько это легко или нелегко им дается, и вообще, понимают ли они вот это? Достаточно легко все дается, потому как человек, особенно который никогда не был под гнетом уголовного преследования, он теряется, да, ну это понятно, он не может мыслить уже здраво, критически, он ведется на это. И вот как раз, то есть, я много постов посвящаю этому. В первые дни, допустим, которые предшествуют уголовному преследованию, или вот уже уголовное дело возбуждено, как правило, если бизнес связан с какими-то клиентами, там, дольщиками, вкладчиками, клиентами автосалонов, там, и так далее, несложно заметить, как органы, по сути, наседают и заставляют клиентов вот этой организации, да, бизнеса писать заявление. Там просто идет откровенный криминал со стороны органов, то есть, но при этом идет абсолютно бездействие со стороны жертвы этого заказа, адвокаты не понимают, каким образом действовать, а работа, на самом деле, на несколько дней здесь, да, чтобы развернуть ситуацию вообще против заказчиков и исполнителей. Но здесь идут к решалам, и решалы говорят, так, мы сейчас не дергаемся, мы сейчас спокойно сидим и ждем там какого-то там события, приедет какой-то там генерал из Москвы, да, и он всех тут раздолбает, это вот будет там через пять месяцев, поэтому сидим и ждем. То есть, вот такие вот... А тем временем события развиваются так, что они уже впоследствии, как бы, уже не позволяют, видимо, ситуацию не развернуть, не решить ее ни мирно, ни оптимально, я так правильно понимаю? А дело в том, что люди зачастую не понимают, ни у кого часто и не стоит задача осудить человека и в колонию отправить. У них стоит задача вот сейчас в ходе следствия его разорить, да, расторгнуть сделки, арестовать активы, парализовать всю работу, а через два года его оправдают, ну бизнес-то потерян, репутация потеряна. Да, через полгода не исключено, что решало договориться о там мягком сроке или даже оправдание, но она никакого значения иметь не будет, потому как делать надо сейчас. Вот сейчас вот пошли претензии, если видите, что идут претензии, например, одновременно идут претензии со стороны налоговой, там, Роспотребнадзора, ну вот этого бесчисленного количества наших надзирающих органов, там, ФАС и так далее, то, скорее всего, это идет наезд, в конце концов, который будет выливаться в уголовное преследование с арестом активов и тела самого фигуранта. То есть нужно быть внимательным к тем обстоятельствам, которые окружают бизнес и деятельность, да, то есть если вдруг что-то резко и характерно изменилось, то нужно полагать и поискать причину этого события, да, то есть возможно поискать тех, кто, как говорится, нацелился на бизнес и собирается его каким-то образом прибрать к рукам, правильно я понимаю? То есть первые вот эти симптомы, они видны сразу, то есть в течение какого-то месяца-двух, и то есть по этим симптомам можно определить вообще характер преследования, заказчика можно понять, кто заказчик, да, ну как правило он известен, исполнитель там и так далее. И в эти дни бизнесмен должен, или даже чиновник, чиновников у нас тоже часто несправедливо привлекают, по крайней мере не за то, что он там наделал, да, в эти дни надо действовать, как вот я, например, столкнулся не так давно, автосалон, сеть автосалонов решили подвинуть с рынка, это в одном субъекте, натравили клиентов автосалона на владельцев, написали там абсолютно безумные, да, безумные заявления, уговорили их там написать, это причем месяца два, наверное, продолжалось вот этот вот уговор, в это время владелец потерялся вообще, растерялся, не делал ничего, адвокаты зачем там ходили на приемы к министрам, а в это время надо было просто объяснить людям, собрать и сказать, ребятки, вас тут просто разводят там и так далее, вот, работа была на неделю, сейчас это вылилось в обвинение по статье 210 Уголовного кодекса. Да, ты с языка у меня снял один вопрос наших подписчиков, который вот мы, у нас было время аккумулировать эти вопросы, и вот конкретно вопрос такой, почему в последнее время все чаще и чаще в отношении бизнесменов стали применять эту самую пресловутую статью 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, ну, поясню вкратце, статья 210 это создание преступного сообщества. И руководство им. Да, и руководство им. То есть, кардинальное отличие от просто обвинения, например, в каком-то преступном деянии и в обвинении, которое идет в группе лиц, у нас по нашему законодательству является отягчающим обстоятельством. То есть, если вы создали какую-то группировку, там, преступную, организованную, значит, группу и прочее, прочее, то это значительно более тяжкая история. Вопрос в том, почему в отношении бизнесменов вдруг стали применять эту статью 210, которая раньше чаще всего применялась все-таки в отношении каких-то, ну, там, разбойников, каких-то там грабителей, да, вот таких вот более классических преступников, чем бизнесмены. 210, статью 210 преступного сообщества можно увидеть, если вот там сень каких-нибудь клиник, которые занимаются там нелегальной трансплантологией, да, там, это наркокартели, да. Здесь можно сказать так, Андрей, если я вижу статью 210, я точно знаю, что это заказное уголовное дело. Потому как там, где бизнес и там, где чиновники, в принципе, преступного сообщества быть не может так, как в том объеме и вообще, как это все предъявляется. Дело в том, что статья 210 – это сеть структурных подразделений, совокупность организованных групп. Причем закон четко у нас объяснил, разъяснил, что нельзя статью 210 применять к деятельности бизнеса, за исключением того, если юридические лица не созданы только для совершения преступлений. А признак такой, здесь, юридическое лицо нельзя признать созданным только для преступной деятельности, если оно не оказывает никаких услуг и не платит налогов, нет сотрудников там и так далее, да, это абсолютная техническая номинальная структура. Ну, пустышка. Да, да. Закон запретил у нас по бизнес-статьям заключение под стражу. По многим делам срок давности истекает, вот, допустим, если брать мошенничество, да, там, и растрату присвоения, это 10-летний срок давности, а очень хочется бизнесмена или какого-то чиновника привлечь, и надо устроить вселенский шухер, так, чтобы там все друг на друга показания дали. Предъявляют вот эту статью 210, она особо тяжкая, то есть там срок давности, по-моему, 15 лет. И этим преодолевается вот этот запрет, о котором у нас говорит федеральная власть, о том, что мы бизнесменов не арестовываем. И поэтому, когда, если задать вопрос нашим федеральным ведомствам, сказать, а у вас есть бизнесмены, которые сидят по экономическим преступлениям, мне сказать, ноль, у нас ни один человек не сидит. Вот, то есть ответ напрашивается сам собой. Получается, что применение статьи 210 – это своего рода уловка для следствия и для обвинения, в том смысле, что мы переводим вот эти экономические статьи, по которым есть определенные запреты на аресты и прочее, переводим в категорию особо тяжких, и вот тут мы начинаем прессовать, как говорится, клиента по полной программе. То есть мы его можем и арестовать, мы его можем удерживать в неопределенное время в СИЗО, ну, то есть тем самым давлять на него. Мы можем получать всевозможные способствования, например, параллельных структур налоговых и прочих, потому что это все-таки речь идет о тяжком преступлении и так далее, и так далее. Правильно я понимаю? То есть это юридическая уловка, как бы не глупо это звучало, со стороны следствия и органов прокуратуры. Это, да, уловка, причем это уловка полной извращения закона вообще, идеи, да, духа закона, которая, по сути, является, я уверен, это, по сути, является преступлением против правосудия, лепка вот этих вот уголовных дел, таких обвинений. Вот, и здесь, к сожалению, что мы наблюдаем, возбуждается 210-е, в панике все. Звучит страшно. Да, причем тут ведь в чем проблема? Адвокаты начинают сами стращать своих же подзащитных. Слушай, мы здесь уже помочь тебе не можем, у вас статья 210, да, обвинения. Но, извините, по сути, здесь надо это придавать очень серьезной огласке, все это дело, потому как у нас членами, знаете, преступного сообщества, у кого признают, секретарей, водителей. Секретарей, бухгалтеров, водителей, да. Вот я как раз хотел рассказать, ну, немножко нашим зрителям, тем, кто в той или иной степени далек от этих всех сфер, что иной раз в процессе расследования и в процессе судебного разбирательства в число этих преступных группировок, например, директор, который в чем-то обвиняют, и его бухгалтер. То есть они уже преступное сообщество, и его там секретарь, и его какой-то помощник. То есть они уже... Там должна быть структура, поэтому надо хотя бы 4 человека, и вот, допустим, бухгалтер и секретарь, это одно структурное подразделение, а директора, например, там и водители, это другое структурное. Там совершенно безумное обвинение, они вообще тянут, я еще раз говорю, на состав, причем печально, что это вот так как-то остается вне публичного пространства. Я вот пишу активно сейчас в Подмосковье, там просто ужас какой-то творится в одном деле. Люди 5-й год, 5-й год сидят по какому-то абсолютно безумному обвинению, потому как там какие-то абсолютно действия неотличимы от обычной хозяйственной деятельности, вменяют в качестве элемента преступления. Ну понятно, ну понятно, по 210-й статье мы почти разобрались, то есть как только она у вас где-нибудь там замаячила в вашем следствии или обвинении, значит, бейте во все колокола и пытайтесь это все дело опровергать. Но вернемся на землю и обсудим несколько ярких примеров вот того, о чем мы сейчас говорим, которые, ну, случились у нас здесь, в Башкирии. Собственно, вопрос у меня о тех, о ком мы много раз говорили, и ты говорил в своих выступлениях и в своих постах, и я много раз об этом упоминал. Речь о двух ярких примерах, вот из той сферы, о которой мы сегодня говорим, о уголовном деле вице-премьера Беляева, который приговорен там к 6, по-моему, с половиной годам тюремного заключения, и о деле застройщика и одновременно депутата горсовета Кирилла Бадикова, компания «Госстрой», который сейчас находится как бы в стадии судебного разбирательства. Оба эти человека, конечно, не могут быть причислены к людям, которые там не имели каких-то связей, не имели достаточных денег. То есть у них были все возможности для того, чтобы, ну, предположим, прибегнуть к вот этой вот системе решал и договоренностей в процессе там их обвинения и дальнейшего осуждения. Тем не менее, судя по всему, в деле Кирилла Бадикова маячит обвинительный приговор, а в деле вице-премьера Беляева этот приговор уже случился. Ну, то есть в той или иной стадии вступления в силу, но он сейчас уже вот там проходит все последние апелляции и, судя по всему, устоит. Так вот, вопрос в том, что же случилось? У них не сработали решалы или они к ним не обращались? Или какая-то другая проблема? Почему эти люди, ну, получили вот такой результат в процессе их преследования в суде и в следствии? Ну, вот по Бадикову здесь, понятно, какие-то элементы у него там, наверное, хищения есть, но мое мнение такое. По таким статьям люди не должны находиться в изоляторе. Может, у него какие-то есть там при совершении сделок нарушения закона. Но, кстати, я вообще хочу сказать, что такие действия, которые вменяют, они не являются хищением. Это твое предположение. Нет. Дело в том, что это... Я примерно понимаю, представляю, как там описывается хищение. Дело в том, что на этот счет есть у нас хорошая высокая практика Конституционного суда России, что есть такое хищение. Тут, по сути, вменяют действия, неотличимые от обычной хозяйственной деятельности. Да. Тут нужно отметить, что ему вменяется в вину хищение средств, по сути, являющейся суммой всех сделок. Потому что, ну, так или иначе, ну, часть, частично они все-таки были исполнены. Потому что, ну, многие его дома до сих пор все еще стоят в Уфе и там в разной степени готовности. Ну, и, соответственно, нельзя сказать, что он, ну, похитил всю сумму, полученную от дольщиков. Это один из признаков. Но все-таки Кирилл Владимирович был не последним человеком и в строительной сфере Уфы, и вообще там даже на политическом поле города. Это что подвело его? Плохие решалы, отсутствие решал, или все-таки заказной характер дела? Ну, я так думаю, я так думаю, это заказной характер, потому как, если бы это не было заказным, то зачем человеку в изоляторе держать? Ну, действительно, в изоляторе он давно. Значит, рычаг давления, надо ему, наверное, что-то подписать, да, чего-то отказаться, я так понимаю. Думаете, кому-то интересны права этих дольщиков, господи? Ну, да, давайте там, будем так считать. А по обвинению я скажу так. Если там напишется так, как, допустим, это писалось в деле Айрата Мукминова, которого 10 лет преследовали, это салаватского уфимского застройщика, Кобирова Рамиль Мансуровича, примерно одни и те же следственные органы, тогда беспредел. Что у нас такое долевое строительство? Все регулируется законодательством, в том числе законодательством о банкротстве. Да, там нормальные обычные сделки, да. Ну, понятно. Здесь просто есть некая особенность, в том плане, что выключено очень много людей, зачастую они социально не защищены, от них достаточно много исходит, ну, там, вот этого вот, условно говоря, электорального, значит, такого напряжения. То есть, ну, властям было бы, например, выгодно показать, какие они замечательные и справедливые, и как они борются вот со злодеями типа Бадикова. Я ни в коей мере его не обеляю и не оправдываю. Мы просто рассуждаем здесь о том, насколько, ну, объективно и справедливо, хотя справедливость не является юридическим термином, были применены законы в отношении этих самых людей. Возвращаемся к господину Беляеву. У вице-премьера правительства, осужденный на данный момент на 6,5 лет, ему, как бы, в суде было доказано, что он злоупотребил служебными полномочиями настолько, что нанес достаточно существенный ущерб бюджету, речь идет о десятках миллионах рублей и так далее, и так далее. Ну, уж тут мы точно не можем сомневаться, что у господина Беляева были все ресурсы для того, чтобы начинать эффективно договариваться со следствием, с судом и так далее. Что случилось с Беляевым, почему он получил вот такой, ну, сокрушительный удар от российского правосудия, довольно высокопоставленный чиновник, заметный член команды Хабирова, и, значит, получает вот такой вот суровый приговор. Что здесь не сработало, в этой системе решал. Может, закон начал работать? Ну, да. Не, возможно, я бы хотел предполагать, что это действительно так, что, ну, вдруг получилось так, что все случилось по закону. Но, возможно, здесь есть какие-то иные объяснения, либо обстоятельства дела, о которых ты знаешь, что подвело Беляева. По крайней мере, даже меня, честно говоря, удивила, ну, суровость решения, потому что, ну, я ждал, ну, два года, ну, четыре. Я даже вполне допускал условный срок, потому что в данном случае для чиновника очень важно, или важно получить или не получить вообще-то обвинительный приговор. Ну, вот такое шесть, там, с половиной лет тюремного заключения, это, конечно, ошеломило всех. Я могу тебе сказать так. Я в двух субъектах, были вот аналогичные уголовные дела, я разбирал в Подмосковье одно дело, консультировал фигурантов. Мое мнение такое, если сажать, то всех сажать. Человек пятьдесят там. А вот таким образом, каким у нас предъявляются обвинения выборочные, троим-четверым, да, так делаться не должно. И когда начинаешь читать обвинения, оно выглядит абсурдным. Понятно, да? Когда в преступлении, на самом деле, участвовал пятнадцать человек, а вменяется это все двум, то выглядит это все безумно. Это, кстати, и по экономическим преступлениям так же делается, да, выборочно. Задача стоит двоих-троих привлечь. И поэтому у меня в таких ситуациях, я на стороне вот фигурантов уголовного дела. Я всегда за закон и за закон. А по закону у нас доказанная вина, не доказанная вина. Нормальное обвинение, ненормальное обвинение. Поэтому мне кажется, что в этом уголовном деле просто у него не было нормальной защиты. Вот так, да? Я так буду. Ну, хорошо. Все-таки Беляев человек могущественный и ресурсный. Он мог себе позволить любого адвоката, любого уровня, из любого региона и так далее. Это что? Это наивность или это такое, как бы, ну, немножко высокомерное отношение? Ну, кто же меня посадит? Я памятник, да? Вот что здесь? Ну, да, ну, во-вторых, вот ресурсный, да, там человек влиятельный, а он не разбирается в качестве работы адвоката и в квалификации. То есть, это очень сложно, в этом очень сложно разбираться, потому как адвокат в одном деле может быть полезен, а в каком-то серьезном, там, где переплетена экономика, там, технические моменты и вообще куча законов, они бесполезны. То есть, это нужен серьезный опыт, дабы разнести обвинения вообще и разложить все по полочкам. Ну, человек пять может в стране есть адвокатов, которые в состоянии такое делать. Вот как мне видится, то защита Беляева, по крайней мере на первых этапах, на самых важных этапах и следствия, и суда была недостаточно квалифицированной. Я дистанционно веду по стране очень много уголовных дел. Ну, в основном, это консультация дистанционная, я смотрю на защиту, как это все происходит, правильно, неправильно. И везде, я вижу, почти везде, в девяти случаях из десяти, такую вещь. Даже когда, допустим, такой, как я, сделал анализ всего дела, адвокат почему-то очень боится, даже вроде неплохой, показывать на самые серьезные козыри защиты и их открывать в суде. Как будто бы боится оправдательного приговора, как будто бы боится попасть в немилые системы. То есть, это закономерность. То есть, у нас отсюда 99% обвинительных приговоров. То есть, вот я пишу, да, мне люди спрашивают, ты часто проигрываешь? Я говорю, конечно, часто, в половине случаев. Но в половине случаев-то я выигрываю, а они проиграют в 99% случаев. Вот и вся разница. Ну, позвольте, я, конечно, как человек наивный и совсем не юрист, и, слава богу, не часто сталкивающийся с какой-то системной судебной практикой, я задаю вопрос. Ну, подождите, суд это все-таки состязание сторон. Это адвокат и прокурор, между ними находятся судьи. Ну, я, может быть, по наивности так воспринимаю систему. А ты говоришь мне о том, что адвокат зачастую боится вступить в конфликт с обвинением или, не дай бог, с судьей. То есть, попытаться им противоречить и что-то доказывать в интересах своего клиента. Ну, тогда это, простите, что за система защиты? Вот еще раз. Я об этом постоянно говорю и с тобой неоднократно обсуждали. Имитационная адвокатура. То есть, в чем заключается ее суть? Адвокат-защитник приходит в процесс, он говорит, да, виновность не доказана, надо его оправдывать. Это этим, вот этими своими речами, он не перешел правила игры. Аргументов нет. Да, он не перешел правила игры. А вот когда он приходит и говорит, а вы знаете, ребятки, а вот здесь я подлогов не выявлял тут следственных. Либо, да. И вот если он начинает про это говорить, он уже переходит, он уже нарушает правила игры, он становится белой вороной, он становится врагом системы. Надо срочно писать в адвокатскую палату, надо срочно лишать статуса адвоката этого человека. Но если это так, то адвокат всего лишь защищает интересы своего клиента и, кстати говоря, выявляет злоупотребление следствия. Так ведь, по сути? Это так должно быть. Это так должно быть. Но этого не происходит. Мы постепенно с тобой приходим к ситуации, что в этой сфере у нас не все так, как должно быть. У нас это просто отвратительно. И потому я тебя вывожу на практический вопрос, который наверняка интересует наших зрителей. Дай хотя бы образно какой-то совет людям, которые, скажем, впервые или неожиданно столкнулись с судебной системой, попадают под какой-то пресс-разбирательство, либо следствие еще и так далее. Что нужно делать в первую очередь, чего категорически не надо делать в самом начале? Чего не надо категорически делать? Не надо, конечно, паниковать, но вряд ли человек не будет паниковать, потому что, допустим, ко мне с обыском, когда пришли, знаете, тоже не очень настроение хорошее. Безусловно, нормальный человек всегда будет в стрессе. Да, когда с первыми петухами приходят на обыск, там неприятно. Общее универсальное правило такое. Вы выбираете себе хоть юриста по гражданским делам, хоть адвоката по уголовным делам. Посмотрите, публичный ли он персона. Хотя бы ведет ли он, хотя бы блог, допустим, ВКонтакте, хоть какие-то соцсети, хоть пишет что-либо о практике. Посмотрите в интернете. Если он оправдывал людей, если у него есть хорошие результаты, об этом, если не он сам, то об этом СМИ напишут. Кто-то другой скажет. Кто-то напишет. И надо понимать, что адвокат, который помог в одной ситуации, не поможет в другой. То есть, как правило, вот меня там ругают адвокаты, да, там звонят и знакомые ругаются. Надо исходить из презумпции недобросовестности адвоката сейчас. Вот тебе привели знакомые. Это презумпция недобросовестности. Презумпция того, что, скорее всего, он либо с моральными волевыми качествами что-то не так, либо с квалификацией юридической, либо и там, и там. То есть, ты рекомендуешь подходить к выбору адвоката не просто тщательно и основательно, а еще и критически. Естественно. То есть, рекомендация знакомых, она ничего не дает. Понимаешь? Если человек, допустим, имитирует работу, предатель, ему ничего не стоит. Ну, естественно, он так же поступит с любыми знакомыми и знакомыми. То есть, на первом плане результативность тех дел, которые уже известны. А известны они могут быть, если человек хоть сколько-нибудь публичен. Так ведь? Ну, либо он сам сколько-нибудь публичен. Да, есть люди такие, не стану отрицать, вот просто не ведут соцсети, да, но не умеют, боятся, какой-то страх есть там и так далее. Но об их делах пишут другие, например, да. Здесь он оправдал вот этого, здесь он оправдал того. И, кстати, обязательно надо смотреть вот на что. Если он оправдал чиновника, это еще не самый серьезный критерий, по которому надо определять его профессионализм. Он должен оправдать работягу. Вот когда человек оправдает работягу, водителя КамАЗа, вот это говорит о том, что человек честный. То, что он поучаствовал в деле, где оправдали чиновника, может ни о чем, никаким образом не говорить о его квалификации. Чиновник сам договорился. Ну, может быть, такой, да. Его административность. Согласен. Ну, завершая наш сегодняшний, на мой взгляд, любопытный разговор о системе защиты и злоупотреблении в российском правосудии, я не могу не задать вопрос о ситуации, которая буквально сложилась в последние дни. Речь идет о преследовании российских адвокатов по признаку участия их в непосредственных делах. То есть мы знаем о аресте нескольких московских адвокатов, которые были защитниками Алексея Навального. Им вменяется участие в, собственно, организации, которая является основным базовым обвинительным фактором в его деле. И, собственно, это касается не только юристов Навального, это касается многих других юристов. Мы знаем достаточное количество примеров, когда адвокатов преследуют за их профессиональную деятельность. То есть вот тут как раз мы, наверное, немножко отходим к тому вопросу, который мы обсуждали. То есть если адвокат хороший адвокат, он неизбежно вступает в конфликт с судом и следствием и в ответ получает какое-то противодействие. Так вот, вопрос в чем? Насколько вообще-то это нормально, когда государство преследует защитников, которых само же, собственно, и порождает? То есть защита – это базовое право для человека, ну даже по российской конституции. То есть каждый гражданин Российской Федерации имеет право на защиту в суде. Это указано у нас в законодательстве. И вот государство начинает преследовать этих самых защитников. Что это? Абсурд или это какое-то перерождение юридической системы страны? Ну, все вместе, да, о чем ты говоришь. Тут люди уже пишут, адвокаты, с такой нормальной позиции, их немного, но они есть, потому что завтра защитника, фигуранта которого обвиняют в преступном сообществе, обвинят в том, что он участник преступного сообщества, раз он его защищает. Ну, легко, а почему нет? И так далее, и так далее. При этом теоретически, теоретически, адвокат-то вроде может быть участником преступного сообщества, да? Вот, к сожалению, это теория. Но дело в том, что приведите какую-то действительно аргументацию, да, в фактическую сторону, да. А тут получается очень странная вещь. У нас очень много преследований адвокатов, когда они вроде бы лезли не туда, куда надо. На самом деле, конечно, привлекают только в качестве давления на вообще вот все адвокатское сообщество. Ну, в общем-то, это такой удар вот. И показательный пример. Все воспитывают выученную беспомощность. Да, тут вот нужно объяснить, наверное, нашим зрителям, то, что преследование адвоката, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это все равно, что обвинить врача в нанесении телесных повреждений, когда он, например, делает операцию больному. То есть, он же действительно разрезает человека ножом, но он же делает это для пользы, так ведь? А и вот взять и обвинить врача, сказать, вы зачем человека разрезали? То же самое здесь. Вы почему опровергаете утверждение, например, там, обвинения следствия, да? А вдруг оно действительно ложное? Андрей, тут беда такая. Дело в том, что ведь на адвокатуру давление вот не сразу такое пошло. По-моему, три года назад, в мае три с половиной года назад, в Нальчике, адвокатов просто не пустили в полицию, избили, обвинили их в применении насилия к... В отношении правоохранения. Да, там, женщин молодых, да, абсолютно там, беззащитных. Адвокатская верхушка, это Федеральная палата адвокатов, не сделала ничего, чтобы возбудить уголовное дело в отношении сотрудников милиции. Единственное, вот оправдали одну из женщин, да, но так это просто оправдали ее, а на самом-то деле она потерпевшая. И потихоньку, потихоньку, ну, ведь действуют постепенно. Рамки дозволенного смотрят, да, следственная система, что можно? Да можно все. И то есть нет никакого адвокатского сообщества, нет никакого единства, нет никакой солидарности. Есть, то есть, вот эта вот вся вот Федеральная палата адвокатов и адвокатские палаты, они существуют только потому, что нет другой формы участия адвоката. То есть, разрешая адвокатам выйти из адвокатской палаты, создать вторую адвокатскую палату в субъекте, и не будет никакой этой Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат в субъекте. Вот из чем, я, наверное, тогда завершающий вопрос задам. Вот чем это грозит? Вот подобные опасные тенденции, чем это грозит в принципе правосудию и конкретно людям, да? То есть, вот я-то как себе это понимаю, что если мы лишаемся последнего шанса, скажем, противостоять каким-то злонамеренным действиям людей, у которых есть власть, у которых есть полномочия, я говорю о судебных органах, о правоохранительных органах, о каких-то властных структурах. И если обычно обыкновенный человек или человек, непричастный к этим структурам, лишается последнего инструмента защиты, чем это чревато? Тем, что мы оказываемся просто беззащитны, и мы как бы можем, как говорится, расходиться по домам и даже не мечтать ни о какой справедливости, либо это может привести к каким-то последствиям. Мы сваливаемся, да, в абсолютный произвол. Ну, вообще, я хотел тебе вот что сказать. Вот это вот все, что происходит в адвокатуре, это ведь не власть и не госорганы это сделали. Это сама адвокатура, к сожалению, вот такая вот верхушка. Они живут за счет взносов адвоката, они заинтересованы, чтобы их было больше. Они набирают без разбора всех вчерашних следователей, прокуроров, уволенных там по каким только там отрицательным мотивам, всех принимают. То есть адвокат, адвокатом не может быть вот вчерашний прокурор или следователь. Ну, это я вот в этом уверен. Они довели ситуацию до такого. Не должен быть, так скажем. Да. По закону он может быть, но не должен быть. По закону. Сама адвокатура российская могла сказать, мы хотим установить определенный отсев. Пять лет пусть он сначала отдохнет после того, как Титер снял. Нет, он очистится от этих лишних связей. Пускай голова в порядок придут, мысли немножко там, осознаешь, кто ты есть вообще. Кстати говоря, в некоторых цивилизованных странах существует подобная практика, когда существует запрет на определенную профессию. Например, после службы в полиции, в органах прокуратуры, в судебных органах, даже во властных структурах есть некие запреты, например, на участие в бизнесе, на участие в каких-то юридических процессах. И, на мой взгляд, это такой очистительный механизм. А пока, да, пока, я вот мое, вот в качестве итога, да, нашей беседы, я хочу сказать так. Нормальный журналист, хороший, качественный, или хороший блогер, там, как ты, который умеет описать ситуацию, там, не как адвокаты на сталистах напишут и не поймешь, что они вообще написали, да, там, нет ни искусства повествования у них, ничего, они не могут не описать ситуацию. Нормальный журналист, нормальный блогер может сделать, принести пользу по какому-то делу в 10 раз больше этого адвоката. Даже если, даже если этот адвокат вроде и не предатель, то есть, по сути, она настолько, вот, низкого качества работа, там абсолютно стандарты требования к адвокатам настолько низкие, что в профессию приходят абсолютно несостоятельные с точки зрения вообще любой квалификации. Они поэтому, кстати, соцсети вести не могут. Одно дело цитировать закон, да, там стоит в суде, а другое дело читателю рассказать о своем деле, да, перевести с русского казенного на обычный русский язык. Вот так. Мне очень лестно подобное твое высказывание по поводу нашей с собой эффективности в этой сфере, но все-таки я бы предостерег наших зрителей и наших подписчиков от поспешности выбора юристов. Я думаю, что все-таки нужно выбирать юристов по профессиональному признаку и по тому, что ты говорил, как искать настоящих юристов, а не номинальных адвокатов. Я все-таки выражу надежду на то, что в Российской Федерации сохранится хотя бы подобие какое-то право на защиту в суде и не исчезнет вот эта адвокатура, которой мы надеемся, что она все-таки у нас существует. И надеюсь на то, что это не последняя наша встреча и вопросы, которые мы сегодня затронули, оказались интересными и они породят за собой следующее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова